Супруг Анны Кузьминой, которая подозревается в убийстве знакомого, не верит в признание жены. Антон Кузьмин считает, что супруга взяла на себя вину другого человека. К такому выводу он пришел, когда отсмотрел кадры с камеры наблюдения. Эту съемку и свое обращение он собирается направить следователям. Какие еще доводы он привел в пользу своей версии событий, расскажет наш корреспондент. Девятилетний Дима со старшей сестрой Викой уже дома. После того, как мать арестовали и отправили в СИЗО, детей поместили в приют. Отец был в командировке в Оренбургской области. И как только вернулся, сразу забрал сына и дочь. А потом узнал, что супруга обвиняют в убийстве мужчины. Я думаю, слабая женщина, у которой железо в ноге, которая еле ходит, уже год сидит с этим железом, которая кастрюлю с супом поднимала еле-еле, одним ударом ножа убить мужчину. Мне в это верится трудно. Антон Кузьмин начал отсматривать архив с камеры наблюдения домофона, чтобы восстановить картину того дня. Выяснилось, пока он был в командировке, супруга привела домой двух мужчин. Причем муж обоих видит впервые на этой съемке. В 18.17 я увидел заход этой троицы. Человека, кого убили, супруга и еще один товарищ, которого я не знаю. Я их даже обоих первый раз вижу. Через три часа после того, как эта компания зайдет в квартиру, случится убийство. По версии следствия, дама распивала алкоголь со своим знакомым. Дома находились дети. В какой-то момент, видимо, между 36-летней Анной Кузьминой и ее приятелем произошел конфликт. По версии следствия, женщина взяла кухонный нож и нанесла один удар в область грудной клетки. От полученной травмы мужчина скончался. И, как считают сыщики, скрыть следы преступления матери помогала 11-летняя Вика. Она предложила своим знакомым, скрыть следы, вытащить тело. Они откладывали. Она принесла тело из квартиры убийства. С такой привлёк, 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 в свою совершенную дочь, которую также допрашивали с совершенными полугольными делами. А кроме того, там заботы были следы крови. 11-летняя Вика в деле проходит как свидетель. Ее уже допросили и приобщили слова к материалам уголовного дела. Я зашла, потом зашла на кухню. Там мужчина лежал над полом. Другой мужчина сидел на стуле, мама сидела на стуле и ревела. Полицейские говорят о том, что мама тебя просила помочь вынести труп в лифт. Было такое... Не было. Но, судя по словам супруга, к Ане Кузьминой приходили ещё двое мужчин и подруга. Супруг заявил, что знает их. Но задаётся вопросом, почему показания не всех людей есть в деле. 22.00, пришла ещё троица. Через пять минут вдвое выбежали. Третий оставался ещё на 10 минут. Пожалуйста, хочу домашний арест, если возможно, пожалуйста. Ну, я не признала, я признаюсь, что я это совершила. Ну, просто, пожалуйста, если возможно, домашний арест. Впрочем, супруга созналась в убийстве. Её отправили в СИЗО на два месяца. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданки Кузьминой 1984 года рождения, которая обвиняется органами следствия в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Антон Кузьмин надеется, что следователи во всём разберутся. А чтобы помочь расследованию, уже подготовил служителям закона своё обращение и эти записи с камер наблюдения.